Дежурный прокурор Александрова Вера Викторовна, пожалуйста, ваш паспорт и обращение А можно как-то, чтобы персональные данные будут передавать, чтобы вот этот господин как-то их не фиксировал А он телефончик увеличивает и фиксирует Почему вы считаете, что он мажет здесь? Потому что прием же ведется как-то в кабинете в каком-то, а вы в коридоре? Ну, через обстановку мы принимаем здесь, ваши права как-то не нарушены Может тогда обеспечить неразглашение персональных данных, пожалуй, чтобы вот этот господин с телефоном снимает Мы не разглашаем Давайте ваш паспорт А вот кто, можете подсказать, работник? Вы ко мне приедете? Да, да, вот к вам Давайте со мной будем беседовать Вот с вами беседу, вот можете подсказать, кто это вот по должности? Он не представляется А можете представиться, кто вы по должности? Я у вас что-то спрашиваю Вы ко мне на прием пришли? Я вас прошу Ну, дочек, вы кого скажете? Что-то непонятно говорит Я вас прошу отчетов, прошу вас применить документы Непонятно, что говорит, да? Какой цель? Ну, вы государственный сотрудник, нет? Че, тяжело представиться или че? Тяжело А при президенте вы так бы выпендривались, как вот сейчас? Ну, дочек, давайте вы со мной разберемся мы и дальше предпочтите При президенте Российской Федерации так же вы пендривались? Я вам обязан представляться, если я от вас что-то требую, я спрашиваю Вы можете требовать Да, имею право Есть полномочия, да? Если это входит в мои полномочия Поэтому я у вас... Если есть полномочия, тогда представляете, что вы есть? Я у вас ничего не спрашиваю, и представать вам ничего не надо Паспорт, пожалуйста Ну, а если нет паспорта, что прием, что ли, нельзя, что ли, вести? Прием при наличии паспорта Это инструкция есть, да? Да Динай, документ, удостоверяющая личность А вот я предоставил Ну, у нас документ, удостоверяющая личность, является паспорт гражданина российского Ну, покажу тогда просто А вы что будете переписывать, там, данные какие-то? Фамилии, ну, вы же будете обращение подправить Я буду переписывать фамилию, имя, отчество, адрес регистрации А если я не хочу, чтобы адрес регистрации переписывали, если у меня есть, он в обращении Вы можете назвать адрес почтовой корреспонденции А вот так А если хочу, чтобы по электронке ответили? С личного приема, только по почте Ну ладно, переписывать тогда все Не важно, я понял Спасибо, что разъяснили, просто чтобы знал Так, сейчас найду паспорт А на прием к прокурору Воронежской области тоже у вас записывается? Потому что мне зам отвечал уже Да, переписывается Участок прокурора Воронежской области у нас на больничном в связи с ковидом Ну, исполнительная, исполняющая обязанность Что, заболел ковидом, да? Да Исполняющая обязанность есть? Есть Ну, все Это главное Он, гражданин, просто фиксирует, смотри, этот паспорт Как раз камера на него направлена Это она на него не направлена А то сама прокуратура-то 13-11 раньше занималась Персональными данными Сейчас Роскомнадзор Не беспокойтесь Это не является Да я беспокойтесь, потому что вы не представляете Вы непонятный для меня элемент какой-то Форма, без формы даже Непонятный человек Я вам не обращаюсь как должностное лицо Я вообще не знаю, кто вы, понимаете? У меня человек какой-то там сидит, вернее, стоит и что-то не сидит Да Что будете? Вот обращение имеется Два В целых Начнем с простого Тогда будете суть записывать, да? Я сначала прочитаю его Моя копия Вы же распишетесь, да? Это одно А как сейчас происходит прием? По видеосвязи, нет? Подскажите Балабол чистый Я вам сказал Брайдер Он же сказал, что балабол сам Врачей адрес В адрес чистого балабол к этому сам признался Он сейчас занимается, а в том, где я поздравляю Вот уже Сказали Да он сам сказал Вы еще Я только подтверждаю, что человек сказал сам Я спросил, вы балабол? Он говорит, да Какой скорбей Он перед этим мне говорил Знаете, что по видеоконференции Только сейчас принимать Из дома причем Я сижу дома, когда прокурор принимает по видеоконференции А как это позволяет Товарищ прокурор, можете защитить мои права? Подсказать охранникам элементы из Росгвардии сказать, чтобы они не нарушали мои права больше Можете подсказать? Товарищ прокурор, они сейчас вели меня в заблуждение Сказали, что по видеоконференции проводится На улице задавайте вопрос Вам на улице еще много Да нет, я сюда зашел, это же не умеет Я вам еще раз говорю А, то есть, я понял Вы выходите на улицу и спрашиваете всех входящих и входящих Все понятно И вам все расскажут Вы не прокурор, вам все отнесли Да я понял То есть, всерьез воспринимать слова сотрудников государственных нельзя Как их без себя В поле вы записываете Вам было сказано, что я не полномочен вам объяснять Вот так не имею вовремя Давайте, давайте То, что вы уже о головолом отзываете Ну, это вообще серьезно отзываете Потом привлечет по 561, как раз прокурор Давайте мне обращение, люди пришли Только надо сначала экспертиру сделать Сейчас, конечно, я же смотрю Я же не могу сразу Мы вас ждали, сколько? Так, это вот с приложением, смотрите Приложение здесь, пожалуйста Тут о личном приеме И вопрос Моя копия Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну все, правильно То есть правильно, да, порядок соблюден? Да, правильно, да Отлично То есть обязан принять в данном случае, да? Он всех принимает А, понятно Ну, не всегда же выборочно происходит Нет? Вот так А как фамилия, кто будет принимать сейчас? Не подскажете? Исполняет обязанности Немкин Юрий Александрович Понятно Это когда примерно состоится, так ориентироваться На какую? На следующей неделе Отлично Отлично Вы свой контакт на телефон оставьте На нашем экземпляре Чтобы вас пригласить на прием Хорошо Сейчас оставлю У вас ручка есть? Вот, решу Здравствуйте Участковый полномоченный Старший лейтенант полиции Сиссио Александрович А вы кто? Они что, всегда участковых приглашают? Мы ДПС Сиссио Александрович А ваши помощи? Участковый Сейчас, секундочку Я на приеме просто Так Да, все Приняли, да? Это 20 или 10? 20 Так, обращение приняли, да? Да На личный прием На личный прием Будут записаны, да? Соответственно На следующей неделе Все, спасибо, да До свидания До свидания Так, что такое полицейский? Решите, пожалуйста, пройти Да, проходите, пожалуйста Что происходит? Димушка, подкажите Какой вопрос? Вопрос, чтобы ставить вашу личность хочу Основание Основание того, что Так Представьте, пожалуйста, Геннадж Я представился Не слышал Старший лейтенант полиции Сиссио Александрович Хотел бы Сиссио Александрович Сиссио Александрович Сиссио Александрович Да Так, нагрудный значок Нагрудный значок Можно я фиксирую Нагрудный значок Вы закрыли папку Алло Что-то непонятно 0032 Да, да, да Что такое? Крутится Внутрь уже зашел Чтобы я снимаю По сектору Так Да, да, все хорошо Да, конечно Давайте поможешь Если вы принесло Хорошо, я передам паспорт ваш Давайте паспорт Хорошо, сейчас Так, вот, ребят Пришел полицейский Сисковый Приблый Так, какой вопрос у вас-то Я так и не понял Вопрос вы Что здесь А, я на личный прием Вы сообщение делали По поводу чего? Вы кто вообще? Вы кто? Я старший лейтенант полиции А зачем ко мне подошли? А зачем ко мне подошли? Потому что сообщение здесь было А, какое сообщение? Сообщение, что здесь? Сейчас посмотрю Вы даже не знаете, какое сообщение А ко мне подходит А зачем ко мне-то? Вот человек тоже стоит Вот человек, вот Зачем ко мне-то подошли? Я не могу понять Я на личный прием был у прокурора Вы ко мне подходите и говорите Вы кто? Документы Давайте ко всем подойдем людям Что за сообщение? Просто не пойму ничего Даже не говорите Может я оставляю? Каждому гражданину подходите Документы Да Подошел первым Да, ну в случае как Да я здесь, внутри зашел Какое сообщение-то? Можешь сказать? Не пойму ничего Что-то непонятно, да? Вообще непонятно Без нас Трэш какой-то Какое сообщение-то было? Не подскажете? Можете Уточнить Я вас вам расскажу Я вас вам расскажу Раз, два или одно? Два Два Вот там сообщение Спасибо Я вас вам слышала То есть у вас все то же самое Расскажите у вас план по массе План по массе Есть указ губернатора Воронежской области Да Рекомендательный характер Ну почему? Там есть некоторые пункты В связи с новыми изменениями Да? 384 ООН Так, ну что за сообщение-то? Не подскажешь Что-то искали-искали И ничего не нашли Ну, сообщение-то было какое-нибудь, нет? И что там пишут? Да подожди, Саня Давай не забегать вперед Я ничего не могу понять Чего это полицейский-то пришел? Мы тут по правилам дорожного движения А он зачем-то к нам подошел и... Какое было обращение? А вы что здесь делаете в здании? А, я вот подавал обращение Прокурор знает, что я делаю Подали обращение? Подал Подали сейчас Что, почему без маски без маски? Потому что прокурор мне никаких замечаний не сделал Ну я вам делаю замечания Почему без маски? А, мы выходим Почему без маски? Не предоставили нам маску Не предоставили? Нет И прокурор вот принимала Она никаких претензий Да, никаких претензий не имела К нам Вас принимали без маски? Вот прокурор Вот смотрите Прокурор Приняла без маски Да Никаких претензий к нам не предъявлял Подождите Граждан на расстоянии Менее полутора метра Никто не соблюдает Непонятно какой-то элемент Тут все, все, помолчить Значит прокурор не Значит прокурор никаких претензий к нам не предъявляла Если бы она предъявила Мы попросили маску А не обеспечить Мы бы одели Все Я на личный прием пришел, понимаете Да, да какое обращение было? Да я внутри ставлю Не понятно Среди записи с камерой можем Для завершения А не с удовольствием А? Дистанция Ну иди на базу Сейчас эти скину Там тоже что-то пришло Давай, давай ГАИ можете посодействовать нам вызвать? Мы ГАИ уже ждем с утра Товарищ полицейский Ну вы же звонили, наверное Ну звонили А она не приезжала вообще Да приехали и уехали Ну На ДТП Все Не знаю У них где-то ДТП Тоже сообщение было Сообщение Да Сообщение Массовые нарушения Да? И то же самое ДТП было сообщение Ну ДТП отнялось Сейчас захожу Я вижу У вас Вы стоите без маски Цель вашего обращения Цель Потому что вы стоите Нарушаете масочный режим Так мы выходим уже Мы выходим Сейчас вы стоите Ну все Я хотел не узнать Я хочу узнать Вы стоите вашу личность Зачем? Основание Основание А кто вы есть вообще? Вы стоите, нарушаете Я ничего не нарушаю Я говорю На личный прием пришел Вы можете понять? Вот Подал обращение Все Есть записи Прокурор ничего не сказал Насчет масок Не сделал замечания Если бы она сделала Предоставили Мы бы делим Государственный сотрудник Обязан информировать Граждан О том Что существует Масочный режим Существует Постановление Губернатора Не был проинформирован Замечаний Не было никаких У нас все время Съемка велась Прокурор Съемку Посмотрим Обязательно Никаких претензий Не предъявлял Съемку Посмотрим Не обеспечили Масками 417 постановления Мы не Все таки Ваши документы Основание Полицейское Мы что-то нарушаем Я уже сказал Что Что снимаем Зачем снимаем Я же не про съемку Ничего Пожалуйста снимайте Я же вам ничего не говорю Не скрываюсь А что Я хотел бы Достоверить Ваше мнение Что вы есть Основание Потому что вы стоите Без маски Государственного учреждения Мы что-то нарушаем Масочный режим Так нам не представили Не соблюдайте Дистанцию Социальную Полтора Почему Где С кем Вот сейчас Вы стоите здесь Так вы сами Ко нам подошли Близко Здесь полтора метра есть Раз Два метра Вот сейчас сами Подходите ко мне Нет два метра Если я померил Сколько Вы сейчас сами Ко мне Так вы сами Полотную подошли Снимайте меня Подходите Так вы только что Плотную подошли Хотел бы представить Вашу личность Основание Я не пойму ничего Основание С вашей стороны Совершение Административного Проводного С моей Прямо Уже все Выявлено С вашей С вашей В том числе По 20.6 Рима А если нам не представили Маски Представили Ну это мы Будем разбираться Должны предоставить Вот давайте Подождите Давайте сразу Разберемся У прокурора Спросите Были ли замечания Какие-либо к нам Нет Давай Вот же здесь Вот прокурор На улице Не обязаны Маски носить На улице Я сейчас буду выяснять Сейчас опрошу На улице Обязаны Маски носить На улице Маски нет Вопрос А вы сейчас Подождите Я объясняю вам Сейчас Мы пришли на прием прокурору, я сказал, прокурор ничего не объяснил насчет масочного режима нам, не сделал замечаний никаких, маски не были представлены соответственно, мы не отказывались ничего одевать. Привлекать можно к ответственности только при соблюдении со стороны организации. Ну вот это властная вопрос. Деящее законодательство. Все, больше не по какой причине. Ну а какой? Ну где этот, как его? Как тебе объяснить-то, блин? Где из-за мель пойдут? Алло. Если на то пошло, если вы хотите по закону, то всех будем по закону привлекать к ответственности, в том числе охранник, который тоже без маски находился. И я зафиксирую. Если хотите по закону, чтобы вообще по полной программе, если будете сейчас что-то выдумывать нам, товарищ полицейский. А что я выдумываю? То и охранников, и всех на свете будем привлекать к ответственности. У нас тоже все зафиксировано. Вы мне... Я вам говорю, что не надо выдумывать прежде всего. А кто выдумывает? Не знаю. А кто выдумывает? Я не выдумываю, я вам говорю. Я вам объяснил ситуацию, как было. Не надо на меня повышать голос. Я буду разговаривать так, если что-то и нужно. Я с вами нормально без себя. Я с вами тоже. Снимать я вас тоже буду снимать. Пожалуйста, имейте право. И мы так же. Ждем тогда сейчас. Будем разбираться. Кто прав, кто виноват, кто почему. Тогда всех будем привлекать к ответственности, потому что охранник тоже был без маски. А охранник это уже другое. Будем смотреть. У меня есть запись. Будем разбираться. У меня есть все записи. И у вас есть здесь здание прокуратуры тоже. Да и конечно, мы что. Будем разбираться. Будем разбираться. Будем разбираться. Хотел бы удостоверить вашу личность. Можно? На основании. Как ваше нарушение административного законодательства в плане... Так я говорю, к вам претензий не было со стороны прокуратуры. Сейчас я, как сотрудник полиции, вам спрашиваю, да? Можно поставить вашу личность? Как ваше понимание чисто? Основание какое? Так я говорю, основание. Не понимаю ничего какое. Нарушение административного законодательства. Так я сказал, я же на прием прокуратов. Не соблюдаю дистанцию полтора... Подожди. 417 постановление имеется? А, я соблюдаю все дистанцию, соблюдаю. Вы что? Соблюдаю дистанцию. Вы сами подходите. Я стою на месте. Полицейский. Полицейский. 417 постановление, знаете? Полицейский. Или что? Что? Номер Куапа какой-то. Куапе. Что-то написано про дистанцию, нет? Конечно написано. Куапе прямо написано. Написано в указе губернатора... Написано в указе губернатора Воронежской области. Составляйте протокол. Будем судиться с вами. Вы поняли ситуацию, нет? Полицейский. Будем выяснять. Претензий никто не предъявлял. Никто не говорил о нарушении масочного режима. Они обязаны были сначала поставить в известность. Выполните, пожалуйста. Да. Предоставьте маску. Предоставьте. Вы обязаны это сделать. Маску предоставьте, мы оденем. Есть маска в прокуратуре? Мы же не отказываемся. Мы же говорим, предоставьте. 417 постановлений. Мы пришли в государственную организацию. Они обязаны обеспечить... Государственную и в магазин. В любого... Полицейский. Маску предоставьте. Предоставлять. Объезжайте прокуратуру представить маску. Полицейский. Вы слышите? Зачем нам вообще маску? Слышу. Ну, обещайте прокуратуру представить маску выраженную. 417 постановление выполнено. У меня нет денег на маску. Но хочу правом своим воспользоваться прокуратуру, подать жалобу. Как быть? Вы обязаны предоставить? Я уже подал. Я не обязан предъявлять маску. Я вам представился. Да не вы. Подожди. Я представился. Полицейский, а как мне быть? Как мне быть? Полицейский... Как мне быть полицейский? Нет денег на маску, но хочется воспользоваться своим правом, подать обращение. Вот я пришел подать обращение. Я подал. Мне маску не представил никто. И не просил даже одеть. Прокурор принимал, а никаких претензий не было. И не обеспечили средствами защиты. Вы можете обязать прокуратуру, чтобы выдали маску? Вы хотите написать? Нет, можете обязать просто. Можете подсказать, чтобы выдали маску, или вы тоже отказываете. Или вам важнее просто снимать на телефончик, чем соблюдение закона. Я еще раз повторяю. Никто этого не запрещает. Вы слышите? Я не отказываюсь одеть маску. Просто обижите, предоставите. Полицейский? Вы слышите? Обижите, пожалуйста, сотрудник прокуратуры представить маску нам. Вопрос на засыпку. В неоднократном несоблюдении социальной дистанции до вашей прибытии. На улице? А как мы можем сюда пройти вообще? Вы что рассказываете? Неоднократно. Вы меряете дистанцию-то? Замеряете? Это камера зафиксирована, поэтому сотрудники полиции предстоят. Да, да, да. Ты примет законное решение. Да, да, точно. Товарищ полицейский, вы можете рассказать, чтобы нам маску представили? 417 постановления правительства выполнены. Или тоже не будете отказываться? Сейчас проедем, будем разбираться. Можете подсказать, чтобы маски представили? Или не будет что разбираться? В чем? Во всем. И удостоверение покажите, пожалуйста. Да, удостоверение покажите, а тут чуть непонятно. Ну, полицейский вы или нет? Ля, ля, командует. Он что, командует всей полиции, что? Я вам представил, если этого мало? Ну, не знаю, может мало, может немного. Может много, может мало, непонятно. На кого жалобу поставлять потом? Поставляйте, ваше право. Так. Решите меня тоже. Подожди, ничего не вижу. Вы как-то вертите. Я думаю, это... Да дайте просто прочитать, до полного. Что читать, читать, камеру. До полного ознакомления. Камеру. Вы еще на каком основании? Кто запрещает? Меня снимать, этот документ удостоверение. А где написано, что документ нельзя снимать? В каком законе? Все удостоверение. Государство выдавало. Конечно. Вы знаете закон? Мы, граждане, выдавали. Дай я тебе, пожалуйста, зафиксирую, кто... Мне же надо с юристом потом посоветоваться. Вы камеру уберите, я вам покажу. Да кто? Камеру уберите. Вы будете самым правством заниматься? Я не занимаюсь. Если камеру уберите, я вам покажу, предоставлю. Покажите, пожалуйста. Отказали. Отказали. Я не отказываюсь, если вы уберете камеру, я вам... Не надо снимать. А что, это условие, что ли? Где в законе написано, что если вы... Я представлюсь, если... Я вам покажу, если вы уберете камеру. Удостоверение вы отказались, предоставили, да? Ерунда какая-то непонятная. Вы ГАИ можете вызвать, нет? Или ГАИ не будете вызывать? Это неважно, пусть нарушение... Вы же вызывали. Ну да, а вы? Не сможете вызвать? Ой, не сможешь дополнительно вызвать? Или отказывайтесь? Я ничего не могу понять. Сейчас съедут сотрудники, сейчас будет разбираться. Тут непонятно ничего. Так, ладно, вторым рядом пока ставят машины. Никого это не интересует. Интересует только съемка. И больше ничего. Вот таким образом. Здравствуйте. Здрасьте. Что у вас, все живое? Ничего абсолютно. Старший участок, мамочная полиция, УКО номер 80. Фамилия моя Ларинцев, вот мне Алексей Сергеевич. Ларинцев? Привет. Ларин. Ларин. Лапин. Алексей Сергеевич. Лапин. Ларин. Ларин. Спасибо. Ну вы через маску ничего не слышите. Ларин. 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 Смотрите, вот здесь нарушение правил дорожного движения. Массовые. Нужны инспекторы. ДПС. Никак не приезжают инспекторы сюда. Не знаем, что делать. Вот обращение направляем без действий. Вот, да, знак, вот, видите, стоят в зоне действия знака раз, вот там два стоят в зоне действия знака. Давай, давай. А, инспекторов нету. Ты звонил? Только приезжает участковый зачем-то, уже третий, кстати. Уже третий участковый приезжает, а ДТПС нету. С ними, они внутри сейчас были, я сейчас заходил, сейчас никуда пока не звонил. Ну да, обращение подавали просто. Снимали, меня снимал я. Все, что пусть были. Только сейчас вышли на область. Да, я не звонил пока. Да, я ему уже час прошу позвонить, ну, или полчаса. А он не звонит усиленно, не хочет. Противодействует на ведение порядка. Почему-то. Не должен, вроде. Да не должен, но вот что-то пытается как-то. Вот прошу, ворвай, позвоните. Ну, в перемене масла. Да, может, да. Нет, там какой-то командир есть, просто он указание раздает постоянно. Элемент в какой-то пиджаке непонятный. Всем раздает указание. Автомобиль? Да, и все, больше никаких знаков. Да, да. Мы вот вызываем уже с 10 часов. Пришел один участковый, второй, третий. А, почему? ДПС приехали, пять минут постояли. Ответственный приехал, говорит, нам надо какое-то ДТП, надо. И уехали. Мы говорим, а как же эвакуаторы? Сейчас вызовем, сейчас, сейчас, сейчас. Приехали сначала. Безответственного. Сейчас вызовем, сейчас, все тут будет нормально, все. Сейчас найдем порядок. А потом ответственный приехал и говорит, Там просто с такой сечением обстоятельств, что ДТП прям произошло. Момент вот, когда мы вызвали. И сразу на ДТП они уехали, и все. Сейчас мы связали с дежурной связи, конечно, и мы приехали сюда с определенной ГИБДД для фиксации факта правонарушения припаркованных автомобилей для составления и эвакуации на данных автомобилях. Ну, отлично. Тогда ждем. Где? На улице? На улице надо дистанцию соблюдать, что-то непонятно. Внутри, там, граждане ходили. Внутри, а внутри мы через это не проходили. Через, через турникет. Как мы внутри, через турникет-то пройдем? Ну, чё, как мы можем не соблюдать эту дистанцию? И кто я мерил? Полтора метра есть, и рулетка там кто-нибудь мерил, ну? Там она хочет. Рулетку там тоже сертифицирован. Найдите сразу, чтобы там мерили рулеткой, как положено. Чтобы, если будут говорить, то же это все обжался будет. Соблюдение, соблюдение. Я тоже заявление тогда. Если, смотрите, как только поступают на меня какие-то претензии, сразу заявление на всех будет подано о несоблюдении масочного режима с их стороны. А не то, что там ходили, нос открыт, не в маске сидел охранник. Я сразу буду подавать на всех. Вот, если что-то будут претензии к нам, какие-то, потому что нам, я объясняю, не представили. Никто масок никаких и не требовал даже одеть. Прокурор разговаривал с прокурором. У прокурора претензий не было. По факту, вы с чего с ним разговаривали? Он к вам спускал? Да, я заявление подавал, обращение у меня на личный прием. Прокурор Воронежской области зафиксировал. Так, смотрите, нужно ли это вам или нет заниматься этой ерундой. А там половина сотрудников прокуратуры ходила без масок. И охрана в том числе. Сидел, даже зафиксировано было. Ну да. В открытую. А что вот так? Вместо того, чтобы порядком заняться, занимайтесь ерундой какой-то. Да, ну это ерунда. Прокурор не претензий не имел никаких абсолютно. Она же обязана уведомить тебя в масочном режиме, правильно? Должностное лицо обеспечить, да. Полиция, не, не буду. Я же ГАИ жду нам участкового. Не нужны, товарищ полиция. Ну зачем нам участкового? Мы сами подумаем. Вы можете быть... Мы, да, вас не держим. Вы, в принципе, зачем вам работает нагружать ерундой этой отписки потом какие-то писать. Нам ГАИ нужно, мы будем добиваться приезда ГАИ. Все. Я не знаю, для чего присылают дежурную часть участкового. Никак не поймут. Ничего. Говорим им уже, не присылайте. Здесь нарушение правил дорожного движения. Все равно уже третий присылает. Для чего? Не знаю. ГАИ вот нужно. Добейтесь, ГАИ. Можете не приходить сюда больше. К вам претензий никаких нет. К участковым. Вообще никаких объяснений. Ничего нет. Да, они приехали, уехали. Пять минут постояли. Ну да, одного охота. Да, ну, уже порядок, мы остекляем здесь. Сколько нарушений нужно. Участковые зашли опять туда. Там что-то пишут. Замерзли. ЕВДД нету. Где ГАИ, непонятно. Охрана там какая-то. Холодно, да? Сегодня минус пять, наверное. Минус пять, наверное. Три часа. Постой так, да? Замерзлишь. Даже Петр Первый бы удивился. Как такое происходит. Паскор, пожалуйста. Товарищ прокурор, нарушаете масочный режим. В смысле? Нос открыт у вас. Для вашей безопасности. О, видите. Я вот подсказал. А с вами можно оформлять прокурору уже рапортом. Выводите и... На имя... И исполняющая обязанность сейчас, кстати. Сейчас прокурор болеет, видите, заболел сам. Сейчас исполняющая обязанность. Это же тоже нарушение, правильно? Нос когда открыт, да? Товарищ полицейский. Там не прописано, как? Прописано, как? Она же обязана с целью защиты. Я вот так на бороде относился. А это все равно нарушение. Уже открыт нос, это все равно нельзя. Уже надо... Там не прописано. Ну, понятно. Это же правильно, вот так носить. Она не прописана. То есть можно вообще носить. На ухо повесил и все. На голову. Тут маска есть. Ну, да. И не важно, да? Что происходит. Товарищ полицейский, попросите, чтобы убрал автомобиль из второго ряда. Не обращает внимания вот этот водитель. Вот он. Вот, мужчина. Вот этот вот. Полицейский. Можете сделать замечание? Что-то непонятно. Скажите, что вы хотите? Могу узнать ваше фамилию и отчество. Да какие цели у вас? Для того, что изначально, когда я подходил, вы находились без маски. Так я же уже все объяснил вам полностью. Ну, вам не дали маски, да? Нет. Не дали. Не дали. Дай, пожалуйста. Ваше фамилию и отчество. На вас будет сейчас составлен закон по 20.6.1. Иначе? Почему он у меня наднал? Нет. Ну и... Все, мы прием окончили, сняли и ушли. Нет, вот когда я зашел... Ну мы с приема окончили, выходили. Вы меня снимали, я вас снимал. Ну вы же нас не пускали. Я могу узнать ваши данные. Ну нет. Составление административного. Нет у нас никаких данных. Ну как? Ну так. Так, нет. Так, нет. Так, будем проследовать в отдел полиции для выяснения. О-о-о. Остаривай. Ну давайте. Ответите у нас в сторонку. Да мы не мешаем никому. Поклоны просто, не мешаетесь. Мы не мешаем никому. Хотел бы просто узнать ваши данные. Давайте данные тогда охранника вот этого тоже узнаем. Вот это вот. Вот который сидел без маски. Вот это вот. А, есть, да? Да. Да тоже надо... Это, вы меня не снимали. Да, мне вас не снимали. Ира, ты вообще вот так снимаешь. Что? Что вы говорите? Домогона у вас на вашем доме? Ну не, не можете. Почему? Не знаю. Почему не можете. Ну тогда будем, проедем в отдел. Да без проблем. А если там не узнаем? То я думаю... На двое суток будете задерживать? 48 часов. А? Там будем разбираться. А на основе чего? То, что сейчас, в настоящее время, в настоящее время, когда я заходил, да, вы находились в доме. Так я выходил уже, снял и выходил. Когда зашел, то что... Да я, я когда выхожу, я снимаю маску и выхожу. Нет, когда выходили, вы все у нас... Да. Девушка, девушка, у нас... Да. Да, я зафиксировал, на видео могу показать, что она... Мы выходили уже, сняли маски и уходили. Отказываетесь, а я скажу, погнали. Отказываетесь, да. Отказываетесь. Отказываетесь, да. Потому что... Не вижу оснований. Вы будете устанавливать девушку, на броню. Да, охранника будете устанавливать, она тоже без маски. Да, почему устанавливает. Ну, а его будьте в отдел, а как его... Мы его видео покажем, сейчас прям. Показывает видео, да? Охранник уже опрашивает. А девушка, могу вас опросить потом? Нет, не можете. Вот это дело. На, вот смотрите. Можете установить личность вот. Отказываетесь. Видео предоставим. Непонятно ничего. Выборочно как-то. Выборочно как-то, да? Это сотрудничество. А не выборочно, выборочно. Нормально. Выборочно все делать. Нарушители не замечают, все выборочно делать. Все, на 48 часов в камеру и... Без питания. И потом ЕСПЧ и взыскание с МВД. За то, что предупреждение предусмотрено, да, пусть доставляет, пусть на 48 часов задерживает и узнает личность, как... Да, что... Мы же за. Паркурор претензий не имел никаких, не знаю. Там же обязаны. А, нет, же обязаны, да. Да, ну, пожалуйста, паркурору сейчас готов. Непонятно. Цирк какой-то.